всем привет ребята с вами я denis gamers и наконец-то уже спустя столько дней вышел ролик по играм давайте сначала посмотрим что это за игра и в какую я игру сейчас играю эта игра gta онлайн фан-проект или как его там называют фан-мейт эта игра gta 5 сконвертирована из gta онлайн сейчас я в него и в нее уже попал можно сказать я ее загрузил уже полностью и вот тут есть моды там гараж моды и play stand мод давайте сначала с гаража мод начнем если кто не знает то вот так вот выглядит гараж в gta 5 онлайн вот так вот вот необычный гараж жалко конечно что тут нет лифта хотя лифты тут бывают в других версиях и вот что за и вот что за фигня какая-то происходит я вот как я вот как раз запустил меня в самом начале у меня просто у персонажа моего пропали ноги пропали ноги прикиньте у него только остались ботинки как он вообще ходит на невидимых ногах что ли я никогда такого не видел чтобы персонажи из gta онлайн ходили с невидимыми ногами я просто сам в шоке я сам не знал что они так ходят вот это да прикол конечно не ожидал я от этого от этой игры я кстати в эту игру играл на другом youtube канале но у меня к сожалению видео не сохранилось я принял решение там забросить канал потому что он у меня не запускался аккаунт тот и мне пришлось тот аккаунт забросить вот так вот вот все это выглядит ладно с гаражом мод разобрались теперь давайте перейдем к playstand мод сейчас я только отключу игру и потом продолжим так ну все я уже перезапустил игру сейчас начнем с playstand мод вот он он playstand мод exit это выход но я не буду на него нажимать потому что у меня сейчас игра сразу вылетит поэтому не надо и playstand мод это сразу гонка гонка в gta 5 онлайн прям как в настоящий но на самом деле это не настоящая gta 5 онлайн а просто фан проект какой-то ну сказать можно что это новая игра конечно новая игра на самом деле этот фан проект в gta 5 ну по gta 5 онлайн именно как раз вот этот вышел где-то в начале семнадцатого либо девятнадцатого года и вот как раз у него сейчас играют и я вот как раз прошел первый чекпоинт в этой трубе напомню что крестик и вот эта вот кнопка а она бы не дает кроме того что перезапускать это не знаю как то эти кнопки вообще не работают поэтому лучше не обращать внимание так мужа проходим потихоньку скилл тест по gta 5 онлайн прикольно конечно но это не сейчас такой скилл тест делают потому что скилл тесты по gta 5 онлайн это нормальные скилл тесты или даже паркуры можно сказать потому что их теперь называют паркурами но скилл тесты паркур это одно и тоже но вообще зачем таких играх много всего паркурах скилл тестах и так далее так у меня памяти тут недостаточно сейчас короче я тут остановлюсь здесь ну или давайте я сброшу игру и потом продолжим потому что у меня памяти много поэтому я ее быстренько освобожу сейчас подождите только в общем все ребят я освободил память правда это недолго получилось у меня короче игра слетела ну или я ее сам сбросил игру и в принципе и к сожалению обидно что контрольные точки то не сохраняются в этой игре в этом фан-проекте в gta 5 онлайн и кстати напишите что за машина вот это вот в этой игре похоже на какую-то ну даже не на инфернус похоже не на зонторна либо на темпеста даже не похоже напишите в комментариях что это за машина из гта онлайн кто нибудь знает это потому что я ее точно марки вообще не знаю в этой игре может это темпеста а может быть инфернус кто его знает вообще хотя нет инфернус это совсем другая машина это это не точность не совершенно не из гта он 5 это не совершенно из gta 5 онлайн инфернус из обычный gta 5 без онлайна он там доступен и довольно круто он ездит так мне ну давай заезжай машина так все заехал напишите в комментариях что какие игры следующие по проходить смеш-хит либо русские тачки симулятор либо еще какие-то игры так главное тут тормозить потому что тут машина не тормозит главное затормозить и дальше проехать я вот эти чекпоинты проходил вот где-то на этой контрольной точке я остановился потому что у меня памяти слишком много заполнялось и поэтому мне пришлось убрать половину памяти так вот тут вот начинается резкий подъем так резкий подъем начался и вот как раз нас надо сейчас предугадать момент чтобы машина перевернулась да ну это можно не предугадать а кстати я только сейчас это увидел но оказывается игра произведена компании game on budget то есть игра еще от этого разработчика еще до сих пор сохранилась ничего себе никогда я такое не видел чтобы разработчик такую игру делал интересно а вообще это может быть другой какой-то разработчик но точно не game on budget который делал в эту игру потому что game on budget совсем другие gta 5 делает там и даже по 800 мегабайт вот самая самая дорогая из них gta 5 это 800 мегабайт но она там очень серьезно лагала не мог я нормально играть и так далее ну а чё поделаешь то игра то старая не новая никакая и поэтому она весит так много мегабайтов 800 мегабайтов хотя есть еще другие игры но они посовременнее выглядят чем вот эти и они даже по гигабайты весит например вот та игра которая gta 5 то она весит где-то где-то ну может быть три либо даже 1 1 с половиной четыре гигабайта она весит но зависимости от скачивания игр gta 5 либо еще что-то хотя gta 5 еще на android не вышло но уже начали производить фан-проекты ну сейчас их уже много вышло поэтому их больше не выпускают и старые фан-проекты практически заменили на новые принципе довольно таки интересно я наверное в будущем поиграю в тот самый фан-проект gta 5 в котором где-то 1000 мега мегабайтов или даже 1 гигабайт или даже 800 гигабайт какой 800 гигабайт ё-моё я перепутал 800 мегабайтов вспомнил вот 800 мегабайтов еще одна gta 5 весело и еще что-то весело так ой чё я тут застрял то блин неудачно самоприземлился я кстати уже прохожу второй круг потому что первый круг я запросто прошел вот к сожалению карта вот в этой игре gta 5 онлайн не показывается не знаю почему но возможно это даже первая версия вторая версия демки gta 5 онлайн в game on биджет наверное даже и не думают выпускать так блин перевернулся зато вот это помогает кнопка переворачивания машин хотя эта кнопка выйти из машин они это из они переворачивать автомобиль но ничего страшного такая кнопка тоже присутствует да почему я криво приземляюсь то я же нормально еду по этой линии точнее по этой по этому спуску а все равно криво приземляюсь ну что за машина такая просто криво приземляется и все вообще непонятно вот лучше бы infernus бы сюда добавили было бы намного лучше и не и не так бы криво приземлялся как вот эта машина и она еще и застревает у меня в текстурах так спидбусты начались но спидбусты это не самое страшное спидбусты давай 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 езжай 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 не хватало еще и застрять машина застревает еще к тому же а мне это не надо чтобы застревала так все поворачиваем да поверни ты машина ё-моё машина не поворачивает ни в какую просто ужас какой-то они фан-проект сделают какую-то машину непонятную так сразу на тебе и все так ну третий круг я думаю не буду проходить так перезагрузка а до перезагрузка вот работает зачем нам перезагрузку делать нам не надо так гараж мод давайте начнем а а вот теперь загрузились ноги я не понимаю почему они до этого не загрузились но возможно загрузка плохо прошла из-за этого ноги не закрутить не загрузились вот теперь они загрузились вообще игра намного ну я бы сказал бы сырая потому что тут ничего нет в этой игре кроме как то как вам сказать кроме короче вот таких вот люминесцентных ламп можно сказать который наверху висят хотя тут должны быть машины но где они я не знаю в этой игре тут вообще нету ни машин ничего нету вообще просто как будто бы этот гараж кто-то своровал у меня на самом деле никто у меня тут не своровал из гаража можно выйти вот посмотрим что будет если выйти из гаража ничего не будет потому что там просто текстура никуда этот не ведет гараж конечно жаль что пол непрозрачный он не отражается отражается только от ламп и от потолка так а чё это такое и понял это чё мои ноги да ладно то есть все таки пол отражает мои ноги но как он их отражает если отражение пола я не знаю как это писать но отражение пола виднеет только ноги две ноги я не знаю это как но это вообще странно странно они конечно придумали потому что фан проект никогда был не странным либо еще чем-то я не знаю вообще какие-то баги происходит в этой игре видео займет 15 минут поэтому лучше успеть записать потому что я хочу длинные ролики записать а то короткие я не хочу записывать поэтому лучше записать длинные ролики вот что за фигня когда я поворачиваю камеру то происходит вот это как будто бы обои исчезают и как будто бы синяя текстура идет очень странная очень реально странный фан-проект сделали так ну ладно роста конечно сделали значит можно под расслабиться можно сказать потому что фан-проекты по gta 5 вообще просто меня завораживают не то что завораживают а то можно сказать супер завораживают меня потому что не ну серьезно как так можно сделать обои и вот так вот через обои можно видеть текст а почему здесь нет и листа как мы подниматься будем скилл тесты вообще должна быть дрель вообще-то должна быть вот здесь дырка или вот этот вот проход куда можно зайти в лифт и поехать на скилл тесты но не знаю почему разработчик этого не добавил но скорее всего даже и не хочет добавлять эту игру точнее не эту игру а этот проемчик или проход можно сказать не знаю я совсем ничего не знаю да уж капец полный сделают конечно фан-проект ты каким-то убогим можно сказать потому что парохода никакого нету уже 14 минут идет хоть еще сейчас одну минуту погопа вы походим и заканчиваем видео потому что надо уже заканчивать видео потому что я хочу загрузить длинные ролики и подтвердить мне надо аккаунт чтобы получились длинные ролики как будто бы персонаж мой похож на франклина потому что кожи вообще у него нету хотя это и есть франклин ничего себе то есть персонаж из gta 5 онлайн является франклин нифига себе хотя франклина вообще тут gta 5 онлайн не должно быть а должен быть какой-то другой персонаж ну точнее другое другое тело но не франклин потому что франклин имеется в обычный gta 5 и все больше ничего в этом не имеется уже как бы 15 минут в общем ребята я я отключаю игру снова но уже не перезапускаю видео можно сказать а можно и сказать я отключаю игру в общем вот такой вот фан проект gta 5 получился если он вам понравился то поставьте лайк подписывайтесь на канал если вы тут впервые и не забывайте ставить оставлять комментарии ведь я ведь лучшие комментарии у меня которые пишут ребята попадают меня в видео с вами я был denis gamers я прощаюсь до следующего ролика всем удачи и всем пока